Ну сейчас программа после новостей. В студии ведущий Алексей Клешко. Алексей Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, передаю вам слово. Да, мы сегодня в программе после новостей будем говорить о предстоящих губернаторских выборах. И для этого разговора мы пригласили к нам в студию двух людей, которые были главными неожиданностями двух последних избирательных кампаний в городе. Александр Карпачинский составил конкуренцию Тхаму Акбулатову. И это была неожиданная, яркая, интересная избирательная кампания. А Владимир Егоров возглавил гражданскую платформу. И гражданская платформа впервые попала в городской совет, на выборах в городской совет. Вот две неожиданности будут обсуждать. Ожиданными или неожиданными будут выборы 14 сентября через три минуты. Добрый вечер в программе после новостей. Сегодня обсуждаем будущие губернаторские выборы. Примерно через 10 дней законодательное собрание края объявит выборы. Известно, что пройдут они 14 сентября. У нас в гостях сегодня, как я и анонсировал, Александр Игоревич Карпачинский, Владимир Владимирович Егоров. Это люди, которые сделали неожиданными предыдущие выборы в городе. Карпачинский Александр выступил конкурентом Тхаму Акбулатову. Бился не на жизнь, а на смерть. И причинил много нервных расстройств штабу Тхамашу Кричак Булатова тогда. И это была неожиданно яркая кампания, в которой красноярский бизнес попытался заявить свои интересы. А Владимир Владимирович возглавил список гражданской платформы на выборах в городской совет. Что было тоже неожиданно, поскольку тоже была яркая кампания. И, в общем, результаты тоже были достаточно непредсказуемы. Скажите, вот вы все-таки неожиданные сами из себя. А по-вашему, будут предстоящие выборы губернаторские? Будут ли в них неожиданности? Ну, во-первых, позвольте поблагодарить за столь неожиданное представление. Я хочу уточнить, говорить то, что я думаю, или то, что надо, Алексей Михайлович? Нет, то, что думаете. Тогда это будет немножко долго, будет нудно. Но не на всю переночи, пожалуйста. Я, естественно, высказываю свою позицию, свой взгляд на ситуацию. Вообще, еще в марте-апреле месяце, до момента, скажем так, ухода Льва Владимировича, безусловно, было много разговоров. Были перечислены 5-6 кандидатов, возможных преемников Льва Владимировича. Но для меня существовал всегда один-единственный кандидат. Это Александр Викторович Ус. Мы почему-то не говорим и стараемся не упоминать эту фамилию. Давайте будем честны, да? Кто боится упоминать? Ну, по крайней мере, не очень часто в СМИ, в различных, так сказать, беседах с политологами слышу эту фамилию. Почему? Потому что в сегодняшней ситуации, когда край находится в таком состоянии, когда наши элиты разобщены, это не только бизнес-элиты, это и сообщество учителей, это и какие-то общественные деятели, понимаете? И нужен человек, который бы объединил всех этих красноярцев, коренных красноярцев. К сожалению, я вот тут вспомнил, что Красноярский край до настоящего момента не имел ни одного губернатора коренного красноярца. Даже мой давний знакомый Валерий Михайлович Зубов приехал в Красноярск, когда ему было 29 лет. Этот человек уже был сформировавшим мышлением, этот человек, родившийся в Тамбовской губернии, понимаете? Поэтому, конечно, все было для меня достаточно однозначно. Наверное, это лучший кандидат, и другого, наверное, красноярцам не нужно. И тут отставка. И тут отставка, и, как всегда, очень неожиданное решение нашего президента. Поэтому сегодня я лично нахожусь в позиции той обезьяны, помните? Которая красивая и умная одновременно не знает, в какую шеренгу кинуться. Вот у меня примерно такие же ощущения на сегодняшний день. Поэтому я... Очень сильно сейчас у меня мозговая деятельность направлена именно на то, решить все-таки, какой из возможных кандидатов, я понимаю, что еще не объявлены, так скажем, выборы, не назначены... Не проведены формальности, да, я не понимаю, кто будет в списке. Но вот сегодня ситуация для меня... А вы считаете, для вас ожиданно, неожиданно все было? И как по вашему прогнозу? Я бы хотел Александра поправить. У нас был свой губернатор Вепрев. Аркадий Филимонович. Да. Поэтому говорить, что у нас не было своего губернатора, наверное, не было. Но, с другой стороны, из выборных точно не было. А Вепрев был назначенный, да, губернатор. Да, он первоназначенный был. Он тогда понял, что он не может потянуть. Он ушел просто в отставку. Но я помню, даже если мы возьмем Валерия Михайловича Зубова, мы 16 лет, 16, с приемом прихода, почти 16, Лебедя Александра Ивановича своего губернатора так и не имели. То есть мы вроде бы территория такого порядка, что даем там министров, замминистров, понимаете, всех... Вы вице-премьеров, кстати, российского правительства. Вице-премьеров, понимаете. Даем кадры, а своих кандидатов на пост губернатора не имеем. Это меня больше всего, понимаете, удивляет постоянно. То есть для вас назначение Толоконского тоже было неожиданно? Очень неожиданно. Конечно, вот на фоне того, что мы постоянно говорили о том, что скоро Лев Владимирович уходит, уходит, уходит. Это муссирует почти 6-7 месяцев. Уже вплотную 2 месяца подряд уже все. Вот уже чемоданы собрал, детей увез, жена в самолете летела. Ну что, кстати, неправда, потому что дети его заканчивают школу как раз здесь, в Красноярске. Да, ребенок заканчивают школу, я знаю. Учебный год, да, и так далее. С моим внуком, кстати. Да вы что. Да. Поэтому, когда назначили Толоконского вспоминающего обязанности, мы же понимаем, к чему это ведет. Вот, поэтому мы сильно в шоке были, мягко сказать. Сначала были в шоке. А сейчас? А теперь мы обдумываем. Обдумываем, может быть, это хорошо, может быть, это плохо. То есть, скоропалительные выводы сегодня делать нельзя. Ну вот ваши, например, доводы в пользу или против Толоконского? Ну, вот я как раз хотел прояснить, Алексей Михайлович, почему я привел эту метафору по поводу обезьяны. Потому что, с одной стороны, для меня 2 месяца назад было очевидно, кто может стать лучшим губернатором. С другой стороны, после того, как Виктор Александрович назначен исполняющим обязанности губернатора, понятно, так сказать, кого нам рекомендует президент. Понятно, так сказать, куда будет работать администрация президента. Но и даже, если это в сторону убрать, вы знаете, вот сегодня, немножечко, так сказать, в историю моей семьи, да, вот сегодня есть 3 мужчины с фамилией Карапачинский. Так вот, мой отец родился в Красноярске и прожил на сегодняшний день примерно половину из своих счастливых 86 лет, но последние 30 лет живет в Новосибирске. Поэтому я понимаю, что происходит в Новосибирске. Мой брат родился в Новосибирске, примерно половину возраста своего, так сказать, из сегодняшних своих, так скажем, лет прожил в Новосибирске, половину в Красноярске. И? Я знаю, что такое Новосибирск. И вот, не хвавиду Красноярску, я хочу сказать, что за последние 10-12 лет Новосибирск развивается совершенно по-другому, нежели Красноярск. В моем представлении более цивилизованно. Поэтому, и это вообще-то в период деятельности Виктора Александровича. Сначала на посту мэра Новосибирска, затем губернатора. То есть вы считаете, что этот опыт пригодится Красноярску? Я считаю, что Виктор Александрович в Новосибирске сумел, будем говорить так, сформировать ту стратегию развития. Я, безусловно, в первую очередь имею в виду город Новосибирск, который сегодня в Красноярске у нас не хватает. Александр Александрович, а не думаете, что сейчас в Красноярске это все не очень приятно слышать? Вы же мне разрешили говорить то, что я думаю, а не то, что нужно. Это да. А ваше мнение вы? Это как раз говорит о том, что все-таки Виктор Александрович, он коренной новосибирец. Так. Понимаете? И заслонных у них казачков не было, как у нас. Соответственно, он свой город пытался развить так, как ему надо. То есть нам тоже нужен свой губернатор. Так рассмотреться. То есть сегодня, вот после того, как мы примерно представляем, кого выдвинет у нас Единая Россия, на этот полст. Это мы... Ну так. Мы можем даже сказать 99,9. Да неужели? Да. И? Кого выдвинут? Мы понимаем, что Александр Виктор сегодня, который у нас был, в общем-то, сильнейшей фигурой в крае, и он не идет туда. Соответственно, наша партия... Учиниться партийной дисциплине. Конечно. И партия выдвинет Виктор Савченко. Соответственно, наша партия стала рассматривать другой момент. То есть вывезти своего кандидата. А возможно, мы рассмотрим вопрос консолидированного кандидата от всех партий. Но закон края предполагает все-таки, что только партии могут выдвигать. Да. И партия может выдвинуть только одного кандидата. Да. Да. Но у нас сегодня партия, давайте посчитаем. Так, у нас Единая Россия. Не надо загибать, у вас пальцев не хватит. У нас уже 46 партий, которые имеют право выдвигать. Но на сегодняшний день сильная партия у нас, будем так говорить, Единая Россия, правильно? Так. ИССРы. Так. Патриоты. Да. Гражданская платформа. Ну да, может быть, да. Которая присутствует сегодня четырьмя человеками в Горсовете. Понимаете? Вот они могут выдвигать. Коммунисты. То есть, с вашей точки зрения, можно спросить обоих, а результаты выборов предопределены или нет? Нет. Я считаю, все-таки должна предшествовать выборам определенная серия консультаций и договоренностей. Потому что в сегодняшней ситуации, если устроить, будем говорить так, некую драку на выборах, я не могу сейчас подобрать другого слова, это точно пойдет крайне на пользу. Я считаю, что в этой ситуации, вот те два основных потенциальных губернатора, которые могли бы... Два кандидата. Два кандидата в губернаторы, которые могли бы принести к краю наибольшую пользу. Вот если бы сегодня можно было их, знаете, так в одно соединить и отправить на выборы, то я думаю, не было бы у нас сегодня этого разговора, не было бы проблем. Но я надеюсь, что... Вы имеете в виду Толоконского имущества? Александра Викторовича, да, и Виктора Александровича. Но я надеюсь, что эти два человека, у них достаточно мудрости для того, чтобы в этой ситуации найти решение. Вот. И будем надеяться, что они его найдут. Владимир Владимирович, а вы как считаете? Я считаю, что мы должны всё-таки выдвигать своего кандидата от края, от города. Возможно, от города. Я не говорю, что обязательно от города. И смотреть, как у нас всё-таки народ будет относиться к этому делу. А можно вопрос в лоб? Александр Викторович, вот вы лично, вы двинетесь на выборы губернатора. Готовы или нет? Нет, зачем? Для чего? О, надо понимать реально, не только свои шансы, но и надо понимать, что, а вдруг такое случится, и меня изберут. Я не совсем понимаю, что делать, и первые полтора-два года я буду входить в ситуацию сегодня, это для края, это смерти подобно. Понятно. Владимир Владимирович, а вы лично готовы выдвинуться? Мы серьёзно рассматриваем этот вопрос со своей партией, очень серьёзно рассматриваем моё выдвижение. Я думаю, что мы скажем это дело попозже. Партия скажет позже. А вы лично готовы выдвинуться? Мы обдумываем серьёзно этот вопрос. Владимир Владимирович, ответьте на вопрос. Вы лично готовы выдвинуться? Скажу после 14-го числа. Подождите, после 14-го партия скажет, кого выдвинула. Вы нам скажите, вы лично готовы выдвинуться? Не факт, что может быть вас и не выдвинут, но вы лично готовы? Ну, если так говорит, то готов. Итак, что сказали наши гости? Перевожу на русские наши долгие допытки. Владимир Егоров для себя рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора Красноярского края. Это новость сегодняшнего дня. Александр Карапачинский считает, что тандем Толоконского и УСА позволит красноярцам реализовать свои интересы и воспользоваться опытом управленческим Толоконского. Это прогнозы наших гостей. Будем подводить итоги после выборов 14 сентября. А пока пожелаю вам всем удачи, как впрочем, и всем нашим зрителям. До встречи.